У нас в Таджикистане многие пилоты здесь переучиваются. И я много роликов видел в интернете. И у меня дедушка посоветовал мне поехать сюда. Нам понравился ваш коллектив. Молодой, энергичный, который достиг каких-то успехов. Потому что персонал очень дружелюбный и позитивный. То есть, приходя в академию, испытываешь позитивные эмоции. Даже когда всегда бывает плохое настроение у всех людей. Бывает утром плохое, днем. Но находясь в академии, какой-то стимул всегда появляется. Поскольку чувствуется позитивность настроек у всех людей. Нравится персонал, который здесь работает. Нравятся преподаватели. Насчет преподавателей нравится то, что они все действующие пилоты. При каких-то вопросах мы можем поставить им вопрос более конкретный. И ответить более правильный и конкретный ответ. На мой взгляд, лучше, конечно, несколько лет интенсивного обучения по какой-то определенному направлению, чем пять лет учить все и понемногу. В этом Балтике Вашей Академии очень хорошая команда, как говорится. Всегда тебе помогают. Когда у тебя какие-то трудности, они тебе помогают, какие-то советы дают. У нас, если какие-нибудь вопросы после уроков, он всегда нам объясняет. Он помогает нам. У нас в начале было очень трудно, но он всегда нам помогал. Не только персонал, но и сама атмосфера, которая складывается, она во многом зависит от интерьера, экстерьера здания, в котором ты учишься. Позитивные эмоции. Все абсолютно соответствует. Даже более, чем я ожидал. Интеграция в Европу, это не означает только язык. Это и культура, это и знания, и множество других фактов. Поэтому мы стараемся, во-первых, эти стандарты, евростандарты, внедрить в себя тоже. Большинство людей, большинство сотрудников и большинство жителей страны и города понимают по-русски. Это очень важно, потому что бывают ситуации, когда что-то сложно объяснить на английском и на каком-то другом языке. То есть можно достичь взаимопонимания с людьми. Одним из плюсов того, что я выбрал вашу академию, явилось то, что инструктора разговаривают на русском языке. И все уроки достаточно проходят понятно, и вопросы, все, которые появляются во время учения, в принципе, с инструктором быстро решались. Все преподаватели могут разговаривать по-русски. То есть, если чего-то не понял, я могу переспросить на русский, они могут мне объяснить на русский. Я даже, можно сказать, не ожидал, что такие условия будут. Многие, кого я знаю, учатся, кто учится в других странах, у них условия гораздо хуже, насколько я наслышан. Ну, у нас там в книге в основном все на английском. Ну, если что-то нам непонятно, он всегда объясняет на русском. И он старается нам помочь, чтобы мы все поняли. Именно суть этой программы. Он всегда нам объясняет на русский. В восточных странах, там, где практически все знают и понимают русский, Baltic Christian Academy очень поможет им научиться английскому, так как обучение проходит на английском, но если чего-то не понимаем, можем спросить на русском. Это как бы очень большой имеет плюс. Во-первых, нам немного легче с вами работать, потому что вы тоже владеете русским языком, русскоязычное. Поскольку все преподаватели хорошо владеют русским языком, и проблем, вот именно связанных с национальных проблем, не возникает абсолютно никаких. Именно ваша академия расположена регионально близко и к Калининграду, и к Москве, где я собираюсь работать. После попытки попробовать полетать на фулл-флайд-симуляторе, еще более стало интересно овладеть этой профессией. Не ожидал, что здесь так хорошо примут нас. То, что мы знаем русский язык, нам гораздо легче жить, потому что многие знают русский язык. Меня в первую очередь удивил вообще коллектив вашего центра, потому что отношение к студентам и все остальное, это только порадовало хорошие отношения. Они не то что соответствуют, в каких-то моментах они даже превосходят то, что я ожидал. Говорю это абсолютно честно, потому что даже с первых минут моего присутствия в Вильнюсе, встреча меня, как меня здесь встретили и в аэропорту, от самых первых моментов, когда меня встретил автобус, привез в Академию, просто превосходит мои ожидания. Поэтому абсолютно недоволен. Литовская культура похожа к украинской, то есть к восточной, имеется в виду Россия, Белоруссия, Украина. Но все равно чувствуется западное влияние. Впечатление просто великолепное, в Таракая. Это очень хорошее впечатление. Как раз-таки погода была тогда хорошая. Сделали много хороших, замечательных фотографий. Даже постреляли из арбалета. Что я могу посоветовать? Ну, конечно, только Балтика Вейшин. Я уже смирился с тем, что однажды не получилось стать пилотом. И хочу сказать только одно, что, ребята, все реально, действительно. И эта Академия пример этому. Да, я летал в тренажере, мне очень понравилось. На какой-то момент я почувствовал себя пилотом. И мне захотелось быстрее закончить эту Академию и стать хорошим пилотом. Академия